Я в прошлые годы был судим, видите, вот я арестован, пять тюрем прошел, диссидент. В первой стороне я издал Ахипелаг ГУЛАГ, а сегодня в школах он есть. Брал интерьер репрессированных, у их родственников, а тогда это не одобрялось. И это все здесь, это книга из одних документов почти, как бы средств нашей истории. Вот я освободился, мэр города передает мне два дома в личное пользование. Я создал самую крупную фонотеку, да, если еще. А рассчитываться, одежда, я реабилитировал. И 11 лет шел в суд, я его выиграл. И теперь два домика, это все здесь описано, документировано. Что, вот как я за рубежом был, выступления, вот я начальник детского лагеря, 40 лет, говорю, без помощи государства тысячи детей подняли. Не рубля от государства. В России 17 тысяч сел исчезло, просто исчезло, их нету. Мы взяли участок земли, получили официальный статус, построили храм, брату меня, протоиерей. Школа государственная, не пить, не курить, не воровать, не материться. Это мечта любого правителя. Но, я хотел оставить один листик вам. Быть может, у вас появятся люди, которые хотят приобрести такую родину. Даже, ну, прочитайте. Немножко хотят. Горнал, да? Да. И телефоны. Бывают люди, которые рассеянность этих республик и мешатся не знают где. Вот дать адрес, созвониться и могут обрести родину. Так, мы проехали, уже второй год едем, в прошлом году мы нашли до Дальнего Востока. Сейчас я вам возвращаю. Вся эта вам остается. Еще, простите, я вас перебью, вот эту вот книгу с вашей биографией, вы не могли бы подписать? Это полная биография. Гарди, дайте. Пусть, давайте, пожалуйста. Вот в прошлом году, когда зайдете на наш сайт, там снятые фильмы, документальные фильмы о православии. Мое просьбище, Златоуст, какой там Златоуст? Ну так, Златоуст из Потеряевка, это деревня, которая. И он занял первое место в России. Второй фильм «Причистия» главный приз на международном киноконкурсе взял. И назвали «Искорка, возрождающаяся Россией». У нас везде, как лозунг писит, Россия должна встать. Сегодня комитет 300 поставили задачу истребления славянского населения, русских, украинцев, 15 миллионов поставить. Это Маргарет Тэтчер наступала. Я не согласен с этим. И поэтому мы на краю пропасти должны затормозить, отползти и встать на ноги. Как Жанна Бещевская говорит, мы все равно поднимемся с колен. И в книгах здесь, в каждой книге, 3000 примерно ссылок священного писания. Мне Бог дал просто знание. Я 50 лет накапливал, а потом 9 лет я сидел, набирал и самерской занимался. Вот тут как раз сказано. Видите, 300 поэтов России. Это совершенно по-другому видится жизнь. Вот я выступаю в милиции, там тема об экстремизме, там, ну то, что делается сегодня в воинских частях. Буквально после одной беседы настроение человека полностью меняется. Вот это вот я на митинге, на площади, как раз в 91-й год. Там бунт был такой, коммунистов готовились громить. Меня увидели, спотели из толпы, милиция, я первый выступил, и сразу накал спал. И все, это Бог делает. Вот мы встали сегодня, ночевали мы, где мы? Да на бензозаправке. Вот, ну на остановке. Дошли до, вначале там, поднялись на агур, там перевал такой. И все это там где-то размыто, невозможно, все-таки мы и дошли. Под Моздоком ночевали, под Моздоком. Да, ну тем более Чечня пугали, там, а наоборот, там приветили. С такой радостью библиотеки. Это Бог делает. И мы верим, что повторить это нельзя, такой материал нельзя создать. Это Бог сделал. Я себе ничего не приписываю. Но Бог довел встретиться с вами вот здесь. Мы рассказываем о Христе, о любви Божьей, что православный человек уже счастлив тем, что ему дали веру Христову. Наши предки принесли, Кирилла Мефония, князь Владимир. Он говорит, какая, что наша жизнь? Вопрос другой. Но Господь смотрит не на нашу жизнь. Ты обратись, и жизнь тогда изменится. Сначала говорю, я не буду курить. Ну, не будешь курить, ты даже будешь блудить. Не будешь блудить, воровать будешь. Соро ты грешник. Согрешающий в одном, ненавием во всем. А когда человек обращается к Богу, Дух Святой ведет его, живет не для себя. Это не саентология, где живи для себя. Здесь наоборот. Полная отдача Христу. Вот, это старший воспитатель. В школе у нас работает учитель Виктор Николаевич. А в лагере уже лет сколько работаешь там? 15. Бесплатно совершенно. Мы все бесплатно работаем. В школе и в лагере. Кто там? Молодежь или кто? Или вообще? В школе, в лагере. Попробуйте учить. Кто в школе? Возраст там, дети? Дети у нас до 8 класса. А лагерь? До 9. От 7 месяцев до 72 лет. То есть в лагере могут быть бабушки с внуками. Лагерь весьма необычный. Я его основатель. В лагере пойдем в 5 утра. Представьте, где, в каком лагере. Стали, значит, внутреннюю молитву, гимнастику, искупались. Ребенок бывает наркоман. Через месяц его никто не может узнать. Ему надо показать его ценность во Христе. Они там трудятся, люди эти. Трудятся. Да, работают. Все работают. У нас все работают. Своя земля получена. То есть зерно выращивают. А жители держат корову. И каждую неделю эти молочники кинут в горы. Ну, не своя клиентура. Представьте, сметану же через день ножом надо резать. В сегодняшнем сравни. Она как масло. И поэтому даже мясо, которое берут, удивляется, что как мясо не пенится. И такой аромат идет. А на лугах это все есть. Все с молитвой. Каждую весну батюшка светил. Святой водой. Все с молитвой. Наши коровы, вот с 22 года, ни одного матерка не слышали. Все, я понимаю, это другой уровень. Говорит, на генном уровне это отражается. Даже это не смех. Знаете, вот зерно сделали. Залили водой. Святой. А другой обыкновенный. Ну, разная. И здесь включили магнитофон. Благослови Господи. От Тебя земля и небо это все рождает нам. Какой Ты дивный наш Бог создал. А другой. Да будь Ты проклятый земля, ничего не родишь. Там засохло все. Процент схожисти 5%. Здесь 100%. Это сегодня опыты уже на самом большом уровне проведенные. Доброе слово рождает свет. То, что вот Вы делаете здесь. У Вас такая возможность творить добро. Предложить человеку доброе. Вот эти книги написаны. Особое качество. Они в пророческом духе. И никому не угождают. Никому. Патриарх, президент. Не имеет значения. Выше голову. Это сказал Бог. Я даю празу в кавычки. Все. Вот я привожу Серафим Саровский. Он молится. Слышали все Серафим Саровский. Сектант его не знает там в аптестах. Но он православный. Поэтому я называю не библейские имена. Так что если кто не православный, Вы мне вину не поставьте это. И он говорит. О нем говорится. Он три дня и три ночи стоял и простирал в Богу руки. Молился конкретно о русских священниках Ахилии. Это с Арменией Пушкиным. Просил Господи пощади. Что в церкви делается? Ходят люди. Ничего не знают. Три дня полное молчание. И вдруг Бог заговорил. Но нигде не написано как заговорил. На каком языке. Но написано заговорил. А дальше прямая речь начинается. Не пощажу и не помилую. Ибо вымыслами человеческими заменили правду Божию. Кавычки закрыты. Настольная книга священнослужителя. Том 3. Страница 601. По благостоянию патриарха Пилина. Патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока. И говорит. Состояние церкви. Теория духовная развалена. Сектанты все буквально уже захватили. В общем они работают. Они оставили все. Они приехали. Сектанты это всегда уздость. Светили Иегову. 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 Он дальше не может уйти. Субботник. Иегову на субботе будет православие это всеохватно. Всем показывают. И три стопа это в России. Им это ничего не надо. У них корней нет. Мы идем от апостольских времен. Вы. Наследники великого сокровища. Это у Достоевского. С нами за столом сидит Достоевский сейчас. С нами сидит Пушкин. Мы православные. Эти люди Гоголь. Что доказывают-то здесь? Не мы написали эти произведения, какие они писали. Бог положил им на сердце. А нам нужно это сегодня показать. Потому это так хорошо у них закончилось, что они в Бога верили. Вот мы ни одного шага не делаем без Бога. Сейчас выезжаем отсюда. Ну нам ехать в следующий год. Ставлю. Семь минут от возвращения. Вот молитва. Мы считаем Терри Смятоя Царю Небесного, Терри Смятоя Наши. И дальше должно быть 100 поклонов. Христу, Божьей Матери, Ангелу Хранителю. Сектанты не знают. Мы их не обвиняем за это. Мы православные. Мы так научены. Такой у нас закон. Вот работая с сектантами, обиссионерами, я не могу сказать. А баптисты плохие, а православные хорошие. Наоборот. А они хорошие. А у нас что попало делают? Но у них нет священства. Нет священства от апостольских времен. А значит нет и таинства. Нет причастия. И вот на этой основе в Богоспоте приводит православную церковь. Не так, что мусульмане, они плохие. У них много хорошего. Много. Но Христа нет. А без Христа спасения нет. Вот моя любовь за Большой. А как же Бог един? Так попроще. Бог един же. Да, Бог-то един. Но Христос спасает кровью, жертвуя своей. Он умер на кресте за нас. Мои грехи Он вознес на крест. Когда Иоанн Креститель видел Христа, это в Третьяковской галерее, явление Христа народу. Он простил руку. Это Евангелие от Иоанна 1,29. Говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И Иоанн Таус говорит, а ты усвой, скажи, грех мира, а ты добавь мой грех. Все, что ты делал, все на нем было. Это мои грехи его пригвозили. Господи, прости. И он говорит, прости, мы не знаем, что эти люди делают. Но теперь уже жили во Христе для Бога. Вникай в закон Божий. Вот здесь я делаю 297 комментариев. Это вот крупно выделено. Это не мои слова. Которые говорит Блаженна Феофилат. И как нужно проповедовать постоянно. Читать Слово Божие. Вот эти два места я выдвигал. Ну, 900 лет назад он жил. А я теперь вставляю, написано примещание. Ян Караштадский сказал, что Игнатия Берещенина, Серафима Саровский. Чтобы мы увидели, мы не одиноки. С нами Господь Бог. И мы просим всех уезжаем, помолитесь о нас. Чтобы мы до дома доходим. А как вас везде встречают вовсю Россию? Знаете, я отвечаю так. Встречают по-разному. Провожают одинаково. Вот сейчас, сегодня у нас уже чудо было. Вот это, где мы заехали сейчас, последнее. В Моздоке. Да. Ну, подошли. Из десяти. Ну, нам время минуты нет. У нас график. Мы из него выходим. Даже суббота не работает. Нам нельзя никакой, чтобы там оставались. Сухарей замочили, простое водой есть под краной и дальше вперед. И в десять часов. Господи, ну, как же нам быть-то? Смотрю, какая-то женщина заходит. Ну, женщина заходит. На вас такая похожая даже. Просба примерно такая же. Ну, я подумал, восемь, еще восьми нету. Значит, уборщица пришла. Ну, я такой, я сразу ее догнал. Простите, а вы не знаете, когда у вас будет этих директоров? Я директор и есть. Да, боже мой. Слава тебе. Зашли. Она приняла как родных. И все это мы засняли. Книги у нее уже есть. Вот я говорю, опасались немного мы относительно Чечни. Грозный, то другое. Там нас приняли, как будто бы ждали. А у меня специально вот эти вот три книги, дальше вот эта, которая о биографии, и Кристину православию. Я решил на Амзану Кадыру. Он многое делает, настолько хорошее и правильное. Он решительный. Ну, там не приняли. Сказали, вот там и секретариат. Тогда нас другую, говорит, так, нишу загнали. Оттуда вышли женщины, мужчины. Ну, настолько ласково приняли. Мы говорим, мы православные. Ну, они мусульмане. Я ему письмо написал. Он говорит, обязательно дадим ему. Ну, вы не сомневайтесь, что пальцы мусить нельзя. Я покажу. Книга не отравленная. Потому что дают отравить, чтобы правители. Ну, я уже не знаю как. А в это время дождь как пошел, ну, как из ведра. Я говорю, знаете, вот дождь всегда означает благословение Господне. Я, говорит, сейчас только подумал об этом. И мы не можем выйти никак, как из ведра, по лощадь. И когда мы выезжали, машина плыла буквально. И это через этот перевал-то, который мы переходили. Там охрана эти, посты военные, дорога там подмытая. А уже темняется. И остановиться нигде нельзя. Но все-таки мы прошли уже к потемкам. Теперь остановились, ночью надо. Ну, как тут? А у нас собака охраняет. Я его вывел на прогулку и тут рядом столб привязал. Сели там, сухари свои замочили, обернулся. Вижу, вышел мужчина, стоит на противе собаки, уже нас с ружьем. Я так ахнул. Это ингушетия. Ну, я не вижу, что у него за ружье. Это уже суперки одни. Один занял его разговаривать. А я скорее к собаке разговаривал, потихоньку взял. Я с собой закрыл и завел туда. А они всю ночь там колготили, за утро нам хочется отдохнуть. Шопер, главное, чтобы за рюм-то не уснул. У нас уже была эта ситуация, мы уже раза трищики погибли. Но Бог вернул. И собака живая осталась. А собака ученая, восточного аппетита Ковчарка. Чемпион Сибири по защитной службе. Понимаете? И все, благословенно. Она окроплена святой водой. Понимаете, как люди смотрят. Вот сегодня, где позавчатами были, вы как с неба на нас свалились. Вот так и есть. Мы с таких горах, и откуда мы свалились-то на вас? На нас. Людям непонятно, зачем вы 50 лет жизни. Вот это вот, 75 евро, чтобы знали цена. Все вместе 750. Вы можете на 360 теперь. А у меня ни копейки где-то. А кто финансирует? А тут очень просто. Я вам сейчас... Там. Вот 14 летов. Сколько считайте? Три строчек. Нижняя, последняя. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту объединенной физической компании в Щелленом Сунике. Видите, какие люди. Сбербанк, другие. Кому попадают эти книги? А о ней книги имеют возрождающие действия. Для заключенных, для людей, которые потерпели катастрофу, мы без сна не были. Я индивидовал, я не мог говорить, но в соборах не статус был. Сколько фотографий. Кто-то же взял этот грех. Если бы знали Бога, разве мыслимые это и делали? Они не живы. Они знают эту историю. И мы там помолились и поехали. Зачем это? Я отвечаю. Моя страна, мой народ, трону и опасно. Я даю ей слова для того, чтобы люди познали Бога. Вот Ставропольский край, это родина Горбачева Михаила Сергеевича. Ругать проще всего. Ну, человек 80 с лишним лет. Ну, помолитесь о нем. Уже старого не вернешь. Еще вы злобитесь. Ну, на каждом шагу прям его повесить, там осиновый пол забить. Ты нож от этого станешь. А мы боремся. Господи, обрати его. Он на своем месте оказался. Это от Бога план был. Гитлер, Сталин не родились бы, если это не от Бога было. Народ отступил от Бога. Бог дает чуму. Тогда Чингисхан придет. Тогда нас будет мучить давить. Один праведник молился. Господи, да что за правитель? Страну всю распылил. Бог говорит, я долго искал вам правителя, но хуже не нашел. Глотайте. Это Бог ответил. Это правитель, такой был Фока, уничтожил корсаря, царицу и всех уничтожил. А праведник получил ответ. Поэтому не ровтать надо, а научиться в радости благословлять Бога. Вот здесь, откроме стихов Паратов, 3467 моих стихотворений. А они по 9 куплетов. 36, допустим, строчек. Я сейчас это даже покажу. Необычность. Вот что заключается. Мы даже не видели, что так стихи пишутся. Каждая строчка высвечивает, откуда взята мысль. Я говорю, вот, посмотрите, 36 строчек. И напротив каждой строчки место Библии. Какая книга, какая глава, какой стих. И чтобы прочитать, открыть это место, тебе требуется 25-30 минут. У меня одно стихотворение, я про себя написал. Когда умирает человек, как бы прощается с жизнью. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след выехивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закона ограда. Мой труд следы считает и по слогам. Я успела на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. А в другом стихотворении, там я на корабле работал, матросом был. Когда мой корабль, мы тонем и заканчиваем. А когда мой корабль опрокинет пучину, а рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Вот в этом все. В этом последняя черта наша. Будем ли мы спасены? Я пришел через фильтр, который Юго отвержен. И там говорится, спаси не жизнь свою, но душу. Это меня пробило в армии. А дальше Господь перевел к Евангелию. К Слову Божию. И вот мы едем. Рады этой встрече. Да благословит вас Господь. И просим вас помолиться. Мы поехали уже. Спасибо. Спасибо.